Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео будет пересадка в новое кашпо Гардения. Вообще Гардения насчитывается около 250 видов, но в домашних условиях в основном выращивают жасмина биму. Своей красотой она завоевала очень большую популярность. Ее очень многие хотят выращивать, но этот цветок очень капризный и к нему нужен особенный подход, о котором я сегодня и расскажу. И самая первейшая задача, чтобы ее сохранить после покупки. Я тоже об этом вам позже расскажу. Так что смотрите ролик до конца, будет очень много полезной информации по выращиванию этого экзотического растения. Тем более не из книжек и из литературы, а из собственного опыта. В природе, конечно, Гардения вырастает очень крупным кустарником до двух метров, но в комнатных условиях, конечно, она будет меньше. Но вот посмотрите мой экземпляр, ему чуть больше года, как я покупала. И посмотрите, как она хорошо выросла. И у нее просто такие побеги большие. Я их специально не обрезаю. Я хочу посмотреть, как она будет сама себя формировать. И хочу вам показать, посмотрите, какие у нее стали толстые ветки. Очень, очень толстые. И то есть посмотрите, Гардения, могу сказать, очень быстро растет. Конечно, я не планировала пересадку. Я в том видео говорила, что я ее буду пересаживать через два года. Но я просто не думала, что она у меня вырастет таким большим кустиком. И ей сейчас здесь тесновато. Посмотрите, какие у нее листочки. Без всяких сухих кончиков, без всяких черных точек и пятен. Просто листочки все здоровые. Просто на некоторых есть хлороз небольшой, но это все от того, что у нее в горшке нет грунта, у нее не хватает питания. И поэтому у нее немного есть хлорозик. В прошлой посадке я использовала покупной грунт, в который входил песок, кокосовый субстрат и универсальный грунт. И еще древесный уголь. Это все перемешала, ее посадила. И ей грунт этот понравился. Потому что она очень хороша. Могу так сказать даже. Но сегодня я буду готовить сама такой грунт. Я уже все ингредиенты приготовила и при вас намешаю грунт. Гардения предпочитает керамические горшки. Она не любит пластиковые горшки. И вот я для нее купила вот такой горшок красивый. Просто вообще случайно наткнулась на такое кашпо. Это кунгурская керамика. Вы знаете, мне она очень понравилась. Посмотрите, выглядит очень прилично. А самое интересное, цена всего 530 рублей. Для керамики это очень дешево. Этот горшок у меня тоже красивый. Мне нравится тоже вот эта серия горшков. Но он уже маленький. Сюда я посажу другое растение. Ну что, приступим к пересадке. Будем сейчас замешивать с вами грунт. И будем пробовать, не травмируя корневую систему, вытаскивать нашу красавицу из того горшочка. А потом поговорим о уходе за ней. Здесь я уже положила вот такой совочек песка. Ну, такой крупнозернистый песок. Теперь я положу две лопаточки сюда универсальной такой, знаете, пушистой земли. Два. Ну, я их не полные, да? Еще добавлю. Здесь у меня размоченный кокосовый субстрат. Такой, знаете, вот крупный такой фракцией. Вот видите. Я тоже положу. Ну, вот два совочка. Вот так вот еще немножко. Обязательно древесный уголь. Здесь просто вот еще есть немножко, но я еще немножко добавлю. Это не повредит. Он, во-первых, препятствует загниванию корневой системы. Я использую такой уголь. Ну, вот так вот немножечко. Потому что у меня там был уже кокосовый. Да и растениям тоже нравится, с особенно цветущим. Древесный уголь. И сюда же насыплю еще чуть-чуть пиролита. Теперь это все я перемешаю. И вот такой вот рассыпчатый грунт получился. Грунт получился отлично. Ну, теперь будем потихоньку вытаскивать красавицу из горшка. Я себе теперь сразу немного насыплю. У меня здесь уже добавлено керамзит. Имеется дренажное отверстие, конечно же. Ну, теперь самое главное, вытащить ее, не травмируя. Ну, она, конечно же, у меня, что говорить, она просто приросла у меня уже корнями к этому горшку. Это все я потом положу ее сверху. Тут, видите, как листовая земелька такая, в принципе, это тоже очень хорошо. Витамина. Так, придется мне, наверное, таким-то образом от стенки ее отделить. Хочу попробовать немножко. Из керамики сложнее вытаскивать растение, потому что его нельзя помять. Горшок. И жалко ломать такую красоту тоже. Будем потихоньку ее отсюда вытаскивать. Ну, пришлось, конечно, долго стучать по горшку. Так вот, ладошкой, аккуратно, чтобы не повредить горшок. Ну, все, теперь я ее достаю. И вот, посмотрите, смотрите, смотрите, и вот обратите внимание, грунт совершенно сухой. Гардения не любит перелива. Это самое первое. Ну, все, теперь я ее аккуратно буду перемещу просто в этот горшочек новый. Сейчас я ее доставлю. Вот видите, просто высыпался и все, грунт. Я вот этот грунт выбрасывать не буду. Это я все ей подсыплю тоже. Просто хочу немножко здесь разгрести. И Гардения еще не любит, знаете, такие высокие кашпо. Она предпочитает вот такие вот, как я ей купила. Ничего отряхивать не нужно. Вот здесь вот просто с песочком я ей туда же все это добавлю. И здесь еще получается листовая вот земелька с нее, которые листочки опадали. То есть это я буду все туда. Ничего выбрасывать не делить. И углублять тоже не нужно. Вот она как росла, вот это место у нее. Ничего это я присыпать не буду. Я просто присыплю. Вот у нее как раз два пальца вот здесь получается. И горшок ей подошел идеально. И она, конечно, смотрится здесь просто королевой. И сейчас я ей просто подсыплю новой земельки. Ну, конечно, керамическое кашпо смотрится вообще очень красиво. Ничего не скажешь. Ну вот, перевалила свою красоту я. Конечно, кашпо она и в этом тоже смотрится шикарно. Я уже говорила. Поливать я ее после пересадки не буду. Так как у меня кокосовый субстрат содержит влажность. Да и грунт тоже такой влажноватый. Ей этого достаточно будет. Она сейчас возьмется корешочками. И тогда ее понемножечку можно будет поливать. И сейчас я вам расскажу, как я ухаживаю за горденьей. Если вы купили горденью в магазине и принесли домой, то не старайтесь ее сразу переваливать в новый горшок. Она должна у вас минимум месяц как просто в этом горшке расти. Пока не появится новый рост. Пока вы не увидите, что у нее распустились новые листочки. И они уже принялись темную зелень. Вот тогда только ей можно поменять будет горшок. Горшок лучше использовать керамически. Чтобы было дренажное отверстие. И на дно обязательно нужно класть керамзит. Горденья любит светлое место. Ее нужно поставить не на солнечные лучи. Чтобы не было солнечных прямых лучей. Потому что она восприимчивая. И она начинает опускать листочки. И вот здесь ошибка еще бывает в том, когда горденья жарко, она опускает листочки. А мы все думаем, что ей не хватает влаги. И начинаем ее поливать. И получается задневание корневой системы. Самое главное это полив. Как и у многих других растений. Горденья не терпит перелива. Ее лучше просушивать. Вот при пересадке я вам показывала. Вот этот грунт, он же с песочком. И это все осыпается. То есть я ее поливаю всегда по мере пересыхания грунта. Я даже уже, конечно, и пальцем не трогаю. Я уже на глаз приноровилась к ней. Ей лучше создать влажные такие, знаете, условия вокруг нее. То есть она у меня зимой. Я ее даже делаю так. Беру большой поддон, насыпаю туда керамзит. И наливаю водички. И керамзит получается такой влажный. И просто горшок с ней ставлю на этот поддон. И просто поливаю вокруг вот этот керамзит. Он когда испаряется, и получается влажность вокруг растения. Потому что вот сильно опрыскивать тоже не рекомендую. Я ее опрыскиваю, можно сказать, редко. Очень редко. Я ей, бывает, просто устраиваю теплый душ. Просто иногда, когда, например, ну опять же, если теплый душ устраивать, то нужно, чтобы, конечно, горшок был, грунт в горшке должен быть сухим. Потому что тут же ее можно и полить будет, и как бы обмыть листочки от пыли. И еще. Я ее, конечно, удобряю. Она любит удобрения для цветущих растений. Я пользуюсь фертикой. Раз в две недели я их подкармливаю. Там буквально на чайной ложечке, вот на кончике, да, и на литр воды развожу и ее поливаю. И раз в месяц я поливаю ее подкисленной лимонным соком водичкой. Тоже там, знаете, немного. Три-четыре капельки лимонного сока на литр воды. Также теплую водичку. Я ее не отстаиваю. Просто наливаю из-под крана теплую водичку и поливаю. И вот лимонным соком можно еще также иногда ее опрыскивать. Это просто вот эти глянцевые листочки такие. Они, в принципе, любят вот это все. Так как это капризное растение, оно еще не любит сквозняков. Она теплолюбивая. Но, опять же, жару она тоже не любит. Она любит, чтобы был такой, знаете, и свежий воздух, проветренный такой, знаете. А сама не любит сквозняков. И не любит частых перестановок. То есть у растения должно быть свое место. То есть вы, если, допустим, что-то, какие-то манипуляции с ней поделали и поставили на ее законное место. Она не любит, когда вот закладывают бутоны, она не любит даже, чтобы ее поворачивать. Просто если даже ее будешь поворачивать, она может скинуть бутоны. Ну, вот я, конечно, рискнула. У меня она так-то заложила бутоны уже. Она у меня цвела хорошо очень уже. И вот у нее опять бутоны. Но я думаю, она их не скинет. Потому что я с ней уже подружилась. И как бы мы нашли с ней уже золотую середину, которая ей нравится. И, конечно же, сейчас я ее поставлю на свое место законное. И вам покажу, где она у меня стоит. У нас сегодня на улице, кстати, обещают минус 2. И снег обещают уже. А у меня здесь тропики. Тепло, светло. И как раз, знаете, растениям благоприятная такая среда. Гордыния у меня стоит вот здесь. То есть здесь есть светло. И хорошо. И я ее поставила так же, как она и стояла. Вот здесь вот, посмотрите, у нее очень много бутончиков. Когда расцветет, я обязательно вам покажу. И расскажу, как она себя чувствует после пересадки. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок